Ученые заявили об обнаружении нового штамма коронавируса, названного омикрон. Впервые он был зарегистрирован в ЮАР и постепенно начинает распространяться по миру. Омикрон уже мог проникнуть в Россию или же окажется в стране в ближайшее время, считают вирусологи. В Совете Федерации предложили ограничить авиасообщение со всеми странами, где обнаружен новый штамм. Но инфекционисты все-таки считают, что помогут и действующие меры вакцинации, масочный режим. О том, охотно или нет надевают медицинские маски жители Твери, выяснил наш корреспондент Никита Васильев. В Твери продолжаются профилактические рейды, направленные на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. С каждым днем количество так называемых антимасочников в автобусах транспорта Верхнего Лужья становится все меньше. Но все же еще находятся те, кто не спешит надевать средства индивидуальной защиты, как того требует постановление губернатора. Как, например, вот этот гражданин, который надел маску только после того, как к нему подошел сотрудник полиции. Коммунистические мероприятия проходят по выявлению лиц, находящихся в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Вы знаете, там постановление губернатора, да, 17 марта 2020 года. Нет, я не смогу. Там проводятся рейды о транспорте Верхнего Лужья совместно с полицией по выявлению нарушителей масочного режима. Штраф за данное нарушение, ну, довольно-таки большой. При этом в качестве доказательной базы, отмечают компании-перевозчики, могут быть использованы в том числе записи с камер видеонаблюдения. Они, напомним, установлены во всех автобусах транспорта Верхнего Лужья. Впрочем, как показывает практика, те, кто соблюдает масочный режим, опасаются в первую очередь не финансовых потерь, а риска заболеть. Обстановка с распространением коронавируса на территории нашей страны продолжает оставаться неспокойной, а потому простейшие требования санитарной и эпидемиологической безопасности в настоящее время выходят на первый план.